Песня называется «Кем-то стать». Новые звезды авторской песни на новом музыкальном фестивале всероссийского масштаба «Самфест». Праздник прошел на стадионе Самара-Арена. В нем приняли участие около тысячи конкурсантов. В финал попала лучшая десятка. Тысяча проблем, видимо, тыща ерунды. А если тебе кажется, что вдруг под кухлоты, Запомни, свет всегда рождается из сердца. Яна Антропова из Екатеринбурга даже и не мечтала попасть на большую сцену, собирать целые стадионы, да и просто выступать на публику. Но судьба распорядилась иначе. Автор двух песен решила попробовать свои силы в новом музыкальном конкурсе «Самфест». Прошла отбор. Специально для сольного концерта на стадионе Самара-Арена за неделю написала еще четыре песни о детстве, о любви, дружбе и покорила самарцев своим творчеством. Музыкой я занимаюсь всю жизнь и не занимаюсь вообще. Вот как-то так я это описываю, потому что у меня это все по наитию, я нигде не училась. И вот всю жизнь я как-то что-то пишу, какие-то стихи вместе с музыкой, играю на гитаре. Ну и все это как бы вот по желанию. То есть мне пришло вдохновение, я поиграла. Творческую Самару на фестивале представила группа «Трамонтана». 17 талантливых музыкантов исполнили этно-рейв. Новаторская музыка еще требует своего продвижения и признания в России, и в Самаре в частности. Поэтому участие в «Самфесте» – хороший шанс показать себя. Та-та-та-та-та. Когда мы боремся за еду, за чай, потому что всем хочется поесть, все на энергии, на драйве. А в остальные моменты, слушайте, конкуренции, ну я не заметила. Честно говоря, сегодня утром, собираясь сюда, мы вспомнили про всех, кто сегодня выступает, про хедлайнеров, про группы. И я сказала, ребят, ну в конце еще награждение. Говорят, а, точно, еще в конце и награждение будет. То есть вы понимаете, мы настолько концентрируемся на музыке и на выступлениях, что все, что будет потом, нет, мы об этом не задумываемся. Кто не поможет, ты вместе с ним, ты без ума станет. Карусель по поиску и отбору талантов для «Самфеста» закрутилась в январе 2020 года. Всероссийский музыкальный конкурс искал авторов и исполнителей, которые сами пишут песни. За это время организаторы получили почти тысячу заявок от музыкантов, выступающих в разных жанрах. Шорт-лист исполнителей выставили для народного голосования. После чего члены жюри отобрали 10 финалистов. Из них и попытались за короткое время сделать настоящих эстрадных звезд. Я уверена, что из этих 10 артистов половина точно станут очень популярными. И потом вы даже будете искать у себя в архивах мое интервью для того, чтобы, может быть, сказать, а помните, вот они первый раз приехали в Самару, когда-то еще совсем зеленые. А сейчас вот они уже сами на один коллектив собирают такую большую площадку. Мастер-классы сменяли друг друга. Творчество, продвижение песен, пиар, работа с продюсерами. Учили даже самому элементарному. Например, как одеваться, давать интервью и психологически настроиться на выступления перед зрителями на стадионе. И, конечно, не обошлось без репетиций. У каждого участника был свой получасовой концерт на Самара-арене. Мне все нравятся. Они вообще как мои родные. Я к ним очень прикипел. Мне очень нравится, что никто не стушевался. Все взяли себя в руки и, в принципе, выступают по максимуму, как они готовы на этот момент. А я считаю, что они молодцы. Фестиваль «Самфест» проходил при поддержке правительства Самарской области и с использованием гранта президентского фонда культурных инициатив. Конечно, он бы не был возможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки президентского фонда культурных инициатив, который отобрал наш проект. И сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России. И я этому очень рад. Давайте поддержим вас, потому что это ваше мероприятие, которое будет с вами, я уверен, многие годы. Дмитрий Игоревич, большое вам спасибо, потому что главное то, что вы сказали сейчас, это инициатива. Если бы не было инициативы, все это могло бы не состояться. Давайте поаплодируем вашей инициативе и президенту за то, что он поддерживает инициативы, которые идут от людей. Сам фест – не только конкурс для начинающих исполнителей. На сцену порадовать публику выходили звезды эстрады и авторской песни. Олег Митяев, как всегда, на высоте. Для зрителей это был концерт, для конкурсантов – мастер-класс. Сочи приятен, но все же в Тольятти. И море, и солнце гораздо нежнее и теплее. Пока выступали звезды авторской песни, жюри конкурса выбирала лауреатов самфеста. За кулисами хедлайнеры поделились своими впечатлениями о фестивале и о конкурсантах. Для молодых артистов любой формат удачный, честно говоря. Для молодых артистов им нужно соваться вообще везде и всюду, поэтому любой формат удачный. Ну и самфест, безусловно, удачный формат. И, конечно, это очень здорово, что есть что-то, что делается для молодых. Это всегда хорошо. Публика есть, так что большая часть дела сделана. Истории создания музыкальных групп или решения сольного выступления на самфесте на редкость удивительны. Например, группа 20 из Хабаровска. Парни, долго не думая, взяли название в честь года своего основания. 2020-й. Пандемия коронавируса объединила музыкантов в творческий союз. Самара сделала их восходящими звездами. Мы только вышли, а зал уже был готов обменяться с нами энергетикой, петь наши песни. Мы были готовы впитывать в себя то, что транслировалось из зала, как они кричали, реагировали, махали руками, показывали. Кстати, научили вот так нас делать. Сердечки в Самаре делают вот так. Это очень круто. Две руки, чтобы не упустить. Самое интересное, давай, давай. Почувствую себя, себя. Более 90 тысяч зрителей в едином порыве. Стадион Самара-Арена два дня, 11 и 12 июня 2022 года, принимал фестиваль Самфест. Событие нового формата, задач которого – дать дорогу молодым талантам. 48 часов связали воедино разные стили и поколения. Объединили фанатов Айовы и Славы Марлоу, Олега Митяева и Вячеслава Бутусова, а также пока малоизвестных исполнителей. Одни из них оказали влияние на формирование целых жанров, а другим только предстоит задать новые тренды в отечественной музыке. А чтобы как можно больше самарцев услышали новую музыку, вход на фестиваль для зрителей был свободным. Достаточно было оформить билеты на сайте. Все нравится, весело, танцуется. Много новых групп. Я добавила себе уже многое в плейлист. Мне прям очень понравилось. Особенно самарская группа. Нравится, что можно и посидеть, и потанцевать, и постоять. И вообще очень много классных людей вообще вокруг. Зрители от нового музыкального фестиваля остались в восторге. Кроме творческой программы была и спортивная. Можно было размяться на разных спортплощадках, подкрепиться в многочисленных мини-кафе и снова вернуться на арену молодежной авторской песни. Праздник просто потрясающий. Я поражена, что у нас каждый год какие-то интересные мероприятия. Поиграть с детьми, послушать классную музыку. Спасибо большое самарским властям, что устраиваете нам такие праздники. Летом это особенно важно. На фестивале Самфест обладателем приза зрительских симпатий стали Гульнара Байгузина и Янка Манки. Певица из Екатеринбурга Яна Антропова. Второе место досталось группе «Балакирь», а победу праздновала группа из Хабаровска-20. Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы в фестивальном сборнике, а победитель получит возможность записать мини-альбом при участии профессионала высокого уровня, саунд-продюсера Андрея Самсонова, работавшего с Вячеславом Бутусовым группами «Пикник» и «Сплин». Но самое большое впечатление для группы 20 был выход на сцену Самфеста. Невероятно круто. Сначала волнение. Я всегда это говорю, что волнение, чем ближе к сцене, тем оно сильнее. Ну, по крайней мере, у меня. Чем ближе к сцене, тем сильнее волнуешься, трясутся руки. Все вот так ходуном ходит, но достаточно сделать пару шагов, и на сцену все, все проходит. И ты как в своей тарелке, на тебя смотрят люди, ты на них. Они красивые, ты вроде бы тоже. И ты, и они получаете удовольствие. Приятный процесс. Его уже назвали главным событием лета. В Самаре завершился грандиозный фестиваль Самфест. Кто стали победителями и лауреатами, уже стали историей первого Самфеста. Новые герои и новые звезды зажгутся уже в следующем году. Ярче звезды, держи звук, петух пробел уже в три раза, и над миром сводит солнце.